В Хабаровском крае утвердили новую схему расчета тарифов за вывоз бытовых отходов. Однако, как было заявлено сегодня на пресс-конференции министра ЖКХ, действовать эта система пока будет не во всех районах. Для кого с 1 января изменится плата за вывоз мусора, выясняла Ксения Брониславская. Сегодня тарифы на вывоз мусора не регулируются государством. Стоимость услуги утверждают в каждом доме сами собственники квартир. В среднем цена по краю составляет от 2 до 6 рублей за квадратный метр жилья. Это примерно 200 рублей в месяц с каждой семьи. С нового года систему расчета за вывоз мусора решено изменить. По мнению авторов проекта, это сократит число несанкционированных свалок и улучшит ситуацию по вывозу мусора со дворов. Следить за всем будет единый региональный оператор. А право утверждать тарифы передали комитету по ценам. Сумма будет зависеть не от квадратных метров, а от того, сколько человек проживает в квартире. Одиноко проживающий житель города Хабаровска, который в среднем получал по 3,60, допустим, у него ставка была, и он платил примерно около 200 рублей, он будет платить 99 рублей. То есть я вам сказал, что снижение практически в два раза. С нового года жители будут видеть, сколько они платят за вывоз мусора. В квитанции появится отдельная строка. В Хабаровске на одного человека выйдет 99 рублей, семья из трех человек будет платить 297. Платить на равных придется и тем собственникам, которые стали экономить за счет раздельного сбора мусора. Но в Краевом министерстве ЖКХ обещают, что в перспективе для них снизят тариф. Я планирую, что данную работу мы завершим в полном объеме в следующем году. Люди должны иметь стимул, стимул для раздельного сбора. Мусорная реформа с нового года затронет Хабаровск и Комсомольск, а также крупные поселения Верхнебуринского района и района имени Лозо. Платить по-новому будут в том числе жители частного сектора. На остальных территориях пока все останется как есть. Это связано с тем, что в тариф на вывоз мусора не были включены транспортные расходы, которые актуальны для отдаленных поселений.